Добрый день, уважаемые коллеги! Хотел сегодня поделиться наблюдением таким интересным. 3 марта, второй год идет, пандемия. Ну, мы видим, что мы опять на четвертое место вышли. И в принципе, если посмотреть на количество заболеваний ежедневно, это справа желтый график внизу. Ну, вроде бы пошло дело на спад, но в последние уже что-то несколько недель в некоторых странах даже такие признаки третьей волны есть. И если влево взглянуть на список стран, то внизу мы видим, появился Израиль совсем небольшой. Получается, там чуть меньше половины привито на сегодняшний день. 10% переболело и все равно 4-5 тысяч случаев ежедневно регистрировано. Статья небольшая в журнале «Иммунология человека». Мы видим, что она онлайн только опубликована еще не так давно. В Нью-Йорке небольшое, очень ретроспективное наблюдение. Переливали кому-то антиковидную плазму, кому-то не переливали. А потом взяли китайские иммуно-хроматографические системы, ну и таким эмпирическим путем вычислили, что если три полоски, то это титр 1 на 10-24 разведения. Именно в конкретно этой системе. Вот они для себя выделили две группы. Мы видим разный цвет линий. Фиолетовая – это низкий титр, красная – высокий титр, а желтая – никому вообще ничего не выводили. Вернее, плазму не переливали. Ну и мы видим, что в целом, конечно, летальность получается около 50%. Очень высокая. Это вот к вопросу о сравнительных исследованиях. А в нашей клинике так, а вот в нашей – не так. Ну, все зависит от того, кого кладут, кого отбирают. Очень сложно здесь сопоставить. В данном случае, кстати говоря, количество наблюдений настолько невелико, что вот эта вот гигантская разница, вроде бы, внешне смотрим, между красной и фиолетовой. В два раза, да, там, ну где-то 60-е и там чуть больше 20% летальность. А статистически значимых отличий нет, потому что выборка была очень небольшая. Ну и вот здесь, наряду с титром, хотелось бы еще на два обстоятельства обратить ваше внимание. Наблюдали 45 дней. По оси Х – это дата поступления. То есть, началось все с 30 марта 2020 года. Ну и тут, значит, еще апрель, май, июнь наблюдали. Красная квадратия, прямоугольник – это летальный исход. Зеленый – это выжившие. Ну, а по оси Y – это количество дней выживания. Наблюдали 45 дней, повторю. Значит, синие точки – это пациенты с низким титром, а красные точки – это прицепиенка плазмы с высоким титром. Причем, опять же, исследования титра проводили ретроспективно. И вначале эти клиники, потом они стали сами заготавливать, сами отбирать доноров. А вначале получали все с местной станции переливания крови. Ну и просто на мешке написано «Айтиковидная плазма». Когда стали разбираться, выяснилось, что, собственно говоря, большинство этих доз низкотитражное. Ну и вот мы видим, что, смотрите, летальные-то исходы, получается, все март-апрель, а потом как-то их не стало. Почему? Поменялась базисная терапия. То есть, в начале пандемии сразу назначали антибиотики азитромицин в сочетании с противовирусной терапией, с лапинавиром. Но потом выяснили на всей планете, что, в общем-то, это не очень эффективно. И перешли. Базисная терапия стала дексаметазон и ремдосевир. И результаты лечения улучшились. Ну, собственно говоря, и плазму стали высокотитражным применять. Еще один момент. Значит, здесь оси Х та же самая, временная. А вот по оси Y это интервал между поступлением и переливанием плазмы. Ясно, что, ну, допустим, это вот исследование Липстера, оно самое такое крутое, считается, аргентинское. То есть, там умудрялись выловить пожилых людей на самом раннем этапе заболевания. То есть, когда человек закашлял. Но не все же так устроены, что закашлял и сразу надо бежать и как-то госпитализироваться. Но это не всегда и возможно. Да еще и год назад было достаточно сложно быстро получить ответ ПЦР. Поэтому мы видим здесь, что особенно в начале этого периода наблюдения достаточно, ну, вот первые две синие точки с переливой с низким титром на 20 уже какой-то, 21-22 день заболевания. Ну, наверное, они будут менее эффективны. А низоболевания, еще раз, от госпитализации до переливания. А потом стали переливать, ну, в первые три дня. А там чаще даже, наверное, в первый день. И мы видим, что и плазма с высоким титром, может быть, поэтому и эффективнее получилось. Почему показал? Ну, несложно ведь ретроспективно оценить исходы лечения и, собственно говоря, характеристики титра, характеристики доноров. Об этом, обо всем другом можно и поговорить. И если нужно, мы с удовольствием поможем такое исследование провести на нашей кафедре. И врачи, и медсестер попросили, ну, вот у нас эти циклы уже есть, попросили сделать цикл для медицинских сестер продолжительностью 36 часов, чтобы больше там поговорить по иммунодематологии. Сделаем, никаких проблем. Эти циклы ежемесячные у нас, они на портале НМУ. Все по 36 часов дают 36 зачетных единиц. Ну, в принципе, я думаю, что пока еще приказа об аттестации нет. Все учебы в дело пойдут. Так что заходите на наш сайт или на портал сразу. На нем можно заявку оставлять. Здесь расписание. Тут правильные книжки. В зум-конференциях наших можно участвовать. Книжки можно тоже дистанционно получать. Заявки дистанционно оформлять. Все можно, не сходя с рабочего места делать. За исключением, конечно, поездок на наши конференции. Ну, будем надеяться, что ковид отступит. И будет у нас возможность долгожданная. Пообщаться очно. Спасибо вам за внимание. Всего самого доброго. Не болеем. Работаем. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok